Добрый день! Рад видеть вас всех здесь, в сланцах, в библиотеке. Хотел бы поблагодарить Татьяну Анатольевну. Татьяна Анатольевна, спасибо вам за приглашение, за организацию нашей встречи. В детской библиотеке обсуждали вопросы, связанные с тем, как сделать библиотеки центрами интеллектуального развития, центрами развития человеческого капитала. Вот сегодня такая замечательная и приятная встреча. И хотелось бы с вами обсудить тоже вопросы о том, что вам мешает, а что помогает выполнять порой незаметную, но очень важную ответственную миссию. Я уверен, что эта проблема крайне актуальна. Актуальна, потому что очевидно, что преобразование библиотеков малых городов России, населенных пунктов, где подчас одна библиотека на всех просто необходима. И я хотел бы прежде всего вас искренне благодарить за то, что вы сохранили библиотеки непростых для России в 90-е годы. Хотел бы сказать вам спасибо за то, что вы сохранили любовь к вашему делу и к вашим читателям. Вы знаете, что на государственном уровне сейчас подается большое значение вопросам, связанным с исторической памятью, с отечественной историей, с культурой, с сохранением и развитием богатого русского языка. Вот смотрите, указами президентов объявлялись тематические года. Год отечественной истории, год культуры. А 2015 год объявлен указом президента в годом литературы, цель которого повысить интерес к чтению, особенно среди детей, молодежи, поднять престиж писательского труда, ну и, конечно, способствовать развитию русского языка и укреплению позиций русского языка в современном мире. И понятно, почему это делается, потому что это связано и с нашими истоками, с нашими такими неприходящими ценностями, которые нельзя купить ни за какие деньги. Находясь здесь, в одном из небольших городов нашей страны, уместно сказать о том, что столицы столицами, во многих уголках нашей большой страны есть дорогие для нашего сердца места, связанные с историей нашего Отечества. Взять хотя бы Ленинградскую область, Гатчино, Старая Ладога, Шлиссельбург, много-много других по-настоящему исторических названий, а здесь, на юго-западе Ленинградской области, тоже свой и очень значительный исторический багаж. Здесь сохранен храм Архангела Михаила, построенный в XVII веке. Здесь дороги помнят Петровские полки, которые шли, чтобы очистить русскую землю от шведских завоевателей. И, кстати, одна из усадеб этого региона принадлежала деду великого русского поэта Александра Блока. Здесь же, на юго-западе Ленинградской области, тоже такое историческое место, как крепость Копорья, да и многое-многое другое. Я говорю об этом потому, что для краеведческих исследований здесь тоже очень широкий простор, а это значит и новые возможности для библиотек, для библиотечного дела. Сегодня хотел бы с вами обсудить и услышать ваше мнение о проблемах, о нынешнем состоянии библиотечного дела в Ленинградской области. Ну и услышать ваши предложения на этот счет. Давайте начнем дискуссию. Я попрошу первую все-таки вытаскивать Марью Александровну. Спасибо большое. Во-первых, я очень был первый раз в Сланцах. У вас замечательно, симпатичный, очень здоровый город, замечательная библиотека. Была с вашей мечтой, вы с ней побывали в Сланцах. На самом деле, очень много таких малых городов и силы в Российской Федерации бывало. Поэтому я, конечно, сегодня хотела бы какие-то проблемы сельских библиотек, библиотек малых городов поставить. Но все-таки вначале я хотела бы поблагодарить вас, Сергея Евгеньевича, за то, что последние годы такое внимание уделяется вопросам литературы, вопросам культуры и проблемам библиотеки. Потому что вы уже упомянули, в этом году на Общероссийский день библиотек, были у нас в библиотеке, проводили круглый стол. Могу вам сказать, что опытные наши старые библиотекари, которые работают в федеральных библиотеках, после этого сказали мне, мы десятилетиями все стремились, чтобы власть обратила внимание на проблемы библиотек. Но все равно будем обращаться к власти за тем, чтобы какие-то из наших задач, из наших целей, которые мы ставим, все-таки были поддержаны. Я хотела сказать сегодня, что за последние годы в библиотеках, конечно, Российской Федерации произошли огромные изменения. Мы перестали быть теми библиотеками, которые, когда говорили, могут библиотека 30 лет назад. Это, прежде всего, вопросы, связанные с получением книги. И, в общем-то, на этом наши функции заканчивались. Я хотела сказать, что за последние годы, наверное, наступила какая-то новая эпоха для российских библиотек. Кроме того, что в библиотеке пришел интернет, появилось много электронных ресурсов, изменилось сознание библиотечных работников, потому что появились новые вызовы времени, и библиотеки очень чутко и своевременно под эти вызовы перестраивают свою деятельность. Реформы идут в библиотечные отрасли во многих городах. Не везде нам нравятся эти реформы. Вы знаете, наверное, что в Москве реформируют всю библиотечную сеть, реформируют ее в Санкт-Петербурге. И, несмотря на то, что я живу в Москве, я хочу сказать, что в Санкт-Петербурге эта реформа проходит гораздо более эффективно, и гораздо более результативно, потому что виден результат для работы. Действительно, в библиотеке становится гораздо больше людей. В библиотеке получают деньги на комплектование, фонды хорошие, библиотеки перестраиваются. Они превращаются в те культурные просветительские центры, в которых и должна быть библиотека. Библиотека не только собирает книги, не только предоставляет доступ к этим книгам для своих читателей, она еще занимает активную социальную позицию. Спасибо. Спасибо, Марина. Татьяна Ангольевна, я попрошу вас выступить. Сегодня я хотела говорить о том, что современным молодым людям, среднему поколению людей, да и старшему возрасту, очень важен такой момент, чтобы библиотека могла предоставить им возможность освоения новых информационных и коммуникационных технологий. И развивая сегодня нашу славянскую библиотеку, ищет какие-то новые модели ее развития, мы бы хотели, чтобы наша библиотека была на том современном уровне, когда наш посетитель и наш читатель, сравнивая с библиотеками центральными, и сравнивая себя с жителями крупных городов, не чувствовал себя ущемленным, не чувствовал себя обездоленным или отвергнутым от каких-то мировых, или региональных, или каких-то других культурных ценностей. На примере детской библиотеки я могу сказать, что долгие годы славянская детская библиотека поддерживала уникальную программу взаимодействия с образовательными учреждениями. И та программа вне классных чтений, которая шла в школе, она полностью проходила на базе детской библиотеки. Дети открывали литературный текст, открывали красоту, поэтику слова литературного. Здесь, в детской библиотеке. Сегодня нашим современным детям важно быть услышанным, увиденным своими сверстниками, людьми взрослыми. И им очень важно, я повторюсь, я говорила это на экскурсии, очень важно увидеть обратную связь. Не только от лица библиотекаря и учителя, которые присутствуют на каком-то групповом занятии, но и своих собственных родителей, своего близкого окружения, людей другого круга. Увидеть себя, свое творчество, представленное на разных площадках, в том числе и в интернет-сообществе. Сегодня мы говорим о том, что эти библиотеки действительно развиваются. Наши коллеги, которые сегодня присутствуют за этим столом, такого возраста, когда мы можем сказать, что за последнее, ну не за последнее, а за все время нашего профессионального творчества, нашей деятельности, мы, наверное, переживаем пик. Ну, я за себя говорю, и за своих коллег, пик библиотечного развития в нашем городе. Это здорово. Мы такие термины сегодня слышим и видим их стремление реально воплотить, как библиотека будущего, библиотека нового поколения, библиотека нового типа, библиотека 2.0. И все библиотеки стремятся таким или другим способом себя, конечно, выразить и создать свое пространство для того, чтобы быть востребованными жителями того населенного пункта, где они находятся. И сегодня еще такой интересный момент. Мы обращаем внимание на то, что очень многие наши старшие братья и сестры наши библиотеки крупного уровня, крупные и даже крупнейшие библиотеки нацелены на то, чтобы в партнерстве работать с муниципальными библиотеками. Это такое интересное направление. Мы с удивлением и с радостью заключаем договора сегодня о сотрудничестве с библиотеками разного уровня, даже нам, вот, так сказать, за облачного даже уровня для нас, с библиотеками разного ведомства. Ведомства рухнули даже ведомственные границы в нашем библиотечном партнерстве и сотрудничестве. Это здорово. И открывает такие необыкновенные возможности. Сегодня у нас подписан договор о сотрудничестве с Государственной библиотекой для слепых и слабовидящих. И все люди, жители нашего города, таким образом ущемленные по состоянию своего физического состояния, по состоянию здоровья, имеют доступ к специальным книгам, к специальным носителям информации по этому договору. Мало того, благодаря этому договору мы имеем доступ к ресурсам библиотеки для слепых и слабовидящих, директор библиотеки Устина Вольга Юрьевна. Большая я за эту благодарность. И став коллективным пользователем библиотеки, далекой в Санкт-Петербурге, наши посетители могут получать доступ к электронным базам данных, на которых подписана библиотека для слепых и слабовидящих. Она оплачивает доступ, право доступа и этот ресурс, а житель города Сланцы, благодаря договору, заключенному между двумя библиотеками, сегодня имеет вот такой широкий выход к удаленным ресурсам. Сегодня подписано договор о сотрудничестве с президентской библиотекой имени Бориса Николаевича Ильи Ельцина и открыт удаленный электронный читальный зал Сланцевской библиотеки, открывающий тоже невероятные возможности для обучения, для развития, для изучения нового наших жителей. Я уже не говорю об областных библиотеках, с которыми мы работаем, в сотрудничестве Клоновых. Сегодня на подписании договор с Национальной электронной библиотекой. Я надеюсь, что нам с Мария Александровна даст еще поговорить, и мы поговорим о возможности подключения и работы к такому ресурсу Национальная электронная детская библиотека. Мы многое видели, есть с чем сравнивать, но тем не менее, вполне это сенсивно, сширности, творческой энергии. Спасибо большое. Лена Леонидовна, Вы возглавляете Мискоселенческую библиотеку. Будете добры, расскажите. Мискоселенческую библиотеку. То есть, это тоже возможность, если есть возможность и желание. Поэтому эта библиотека тоже со своей программой, она связана с Ильбомоланской землей, очень интересная, очень много молодежи. Так вот, вернувшись к модельному стандарту, я хочу подчеркнуть, что тот модельный стандарт, который к нам только что пришел, понимаете, во многом он может быть действительно хорош тем, что современный, да, подход к библиотекам совершенно замечательный. Спасибо, Лена Леонидовна. Лена Сергеевна, Вы возглавляете Мискоселенческую библиотеку. Пожалуйста, Вам слово. Спасибо. Спасибо. Я присоединяюсь ко всему высшедожному, не буду повторяться, действительно, библиотеки готовы осваивать деньги в любое количество, в любое время. Водить, ну, в зависимости от, конечно, каких-то особенностей, потому что я знаю, что в фанцах, в мусор, очень много выделяется молодежи. У нас в Министерстве, например, центр молодежный, досуговый выбор, поэтому мы можем немножечко молодежу с ними посотрудничать. Ну, то есть, все в зависимости от ситуации. Я хотела сегодня представить вот такой плод партнерских отношений. Да. Значит, мы поняли, что надо готовиться. Совет ветеранов, который уже упомянул Николай Петрович, вот к нам обратился с просьбой, ну, давайте что-нибудь такое хорошее. И мы вот задумали воспоминания наших, вот у нас депутаты, вот у нас участники Совета ветеранов, видите, все. Журналистом, членом Союза писателей и присутствующим сегодня в зале Вадимович Малестовым, он нам редактировал этот сбойник, потому что, ну, вот, не хватило наших знаний, нужно было профессиональный подход историка. И администрация, хотя бы в бюджете, когда увидел вот этот сборник, нас поддержал Дмитрий Вадимович Варновских, депутат обоснованного законодательства ранее, и также поддержал администрация, было дополнительное здание, Елена Геннадьевна Ампинова, в общем-то, поспособствовала тому, чтобы вот это вышло. Вот здесь у нас благодарности, которые я бы здесь еще и Дмитрий Вадимович Варновский. Ну, вот, приехало много людей, приехали где-то там 10 человек из одной семьи, из Эстонии, вот, понимаете, опять же партнерство, там с эстонскими библиотеками, знаете, рассказывать мы можем часами о том, действительно, вот результатом чего это стало. Вот, например, девки и взрослые, дети, и всех опять же привлекаем, и стараемся, чтобы все это действительно, партнерские отношения, действительно, вот получили такое свое новое развитие, по-другому это все заговорило, то самое патриотическое воспитание, и, конечно, наш совет ветеранов замечательный, и там есть даже отдельная у них комиссия по патриотическому воспитанию молодежи и с теми сотрудничаем. Ну, действительно, нас мотивяем, но все равно, наверное, надо поддерживать, потому что у нас очень большие планы. Поэтому нас обязательно надо. Мы хотим подарить и вам, пожалуйста. Спасибо за эту замечательную книгу. Автору спасибо книги изданную в 2009 году. К 625-летию города. Это издание такое, разничное по истории края. До сегодняшнего дня ее не подарил Виктор Елкович. Я его даже благодарю за это, что он не сделал. Зато у нас возможность есть подарить вам его сегодня. Слава Богу сегодня. Спасибо большое. Спасибо большое. Нариса Васильевна, пожалуйста, вам слово. Я хочу сказать, в Гатчине действительно мы благодарны. Нас поддерживают и депутаты, и администрации, и, в общем-то, у нас, как я считаю, достаточно финансировано и на комплектование, и на развитие библиотек. Поддерживали наши проекты по модернизации. Мы вот тоже одни из библиотек в области ввели электронный каталог для наших читателей. Но и здесь я вот несколько минут хочу просто сказать спасибо и, в общем-то, порадоваться вместе с коллегами, что у нас проходит на Гатчинской земле кинофестиваль российской литературы и кино. Спасибо, Лайсин Семеновна. Гатвич, пора вам дать комментарии. Спасибо. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, во-первых, я рад всех приветствовать от имени правительства Ленинградской области нашего губернатора, губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко. Точнее, руководителя, временно исполняющего, но, тем не менее, я думаю, что все будет в порядке. Я очень рад, что мы собрались именно обсуждать тему библиотечного дела на нашей ленинградской земле, Сергей Евгеньевич, и не где-то рядом с Санкт-Петербургом. Мне не нравится слово «провинциальный город» Сланция. Я думаю, что он, да, далеко от центра, от Санкт-Петербурга, но это наш пограничный город, и вот слово «провинциальный» не хотелось бы называть. Я назову несколько цифр, все-таки. У нас в Ленинградской области 408 общедоступных библиотек, две государственных, 406 муниципальных, и мы говорили сегодня о сельских библиотеках, их сегодня 285 у нас. Значит, совокупный фонд, не буду говорить, знаем, 91% там, где сегодня есть компьютеры и компьютеризированные. 80% этих библиотек имеют доступ в интернет. И уже сегодня каждая четвертая библиотека имеет свой сайт. 25%. Это тоже большое подспорье для читателей, кто работает с библиотеками. 14 библиотек – это электронная книга-выдача, в том числе 12, которые работают, это в рамках государственной программы развития культуры Ленинградской области. Помимо наших средств, в 2014 году 943 тысячи рублей это мы получили на создание модельных сельских библиотек, направлены они в 8 муниципальных образований Ленинградской области. Кроме того, в рамках нашей государственной программы развития культуры Ленинградской области мы ежегодно создаем две модельных библиотеки. Поддержка из областного бюджета данных мероприятий ежегодно составляет 10 миллионов 328 тысяч рублей. Я полагаю, что нам нужно будет совместно в рамках государственного заказа Ленинградской области тоже системно подумать для подготовки специалистов для библиотек Ленинградской области. И, наверное, в первую очередь для сельских библиотек и поддержать их программами те, которые у нас в Ленинградской области есть жилье для молодежи, жилье в сельской местности и жилье для молодой семьи в рамках совмещая госзаказ и вот эти три программы, которые работают в Ленинградской области по кадровому обеспечению в первую очередь сельских библиотек. Наверное, это было правильно. Прозвучало предложение, которое, очевидно, будет поддержано, чтобы Национальный комитет года литературы не прекращал свою работу по истечению календарного 2015 года с тем, чтобы вся деятельность, связанная с поддержкой чтения, писательского труда, русского языка, она была в центре внимания всегда. И еще об одном хотел вас информировать. Тоже совсем недавно создана и рабочая группа по разработке концепции преподавания русского языка и литературы. Я еще раз хочу поблагодарить вас за сегодняшнюю встречу, вообще за вашу работу и пожелать всем вам и всем вам очень спасибо. Спасибо большое.